всем привет пацаны на канале березла я как обычно здесь на своей привычной локации но я тут не один я сюда пригласил свою берлогу замечательного подписчика хорошего пацана иди так что тебе видно было захар градусов давайте обсудим ничего не футбольное присядь лицо у тебя во во башка ржавый а сейчас главный вопрос человечества почему отменили гуандриха нет я другого вообще вопрос хотел знать фигель не объявляет горшкова и волкова и перейдет ли в зенит жестом фернандо александр дельфиниус не дай бог если перейдет просто все кто принимал такое решение буду хуй совесть матерись каждый день буду в стиле кафешки доброе утро всем кроме тех кто взял рис будет мое приветствие место стандартного всем привет пацаны вы на канале березла всем привет кроме тех кто брал александра соболев а давай щас селекомен шоу че-нибудь отожгем как все глушь нет не самарска глушь не мордовска максиму глушенков как все глушенков топовое усиление поможет нам я надеюсь что поможет но все-таки давай не забывай что глушенков стоит всего лишь 11 миллионов евро и это топовое усиление только по меркам рпл там в принципе во многом вот я играл за него в пролик сокер честно скажу впечатление чуть лучше чем мостовой нет не александр чем андрей мостовой видеться чуть более четкий удар атаку общем и целом но стандартный паспортист я думаю знаешь если артур наберет потрясающую форму то он уделал шумова честно говоря потому что вот эту и сун даже не старался и вопрос старался ли он в полмир с последние полгода перед переходом в зенит ну конечно вот с таким артуром гушенков будет бороться но как-то конкретно качественно так чтобы предсказать что-то научен на порядок сильнее нет это более конкурентный футбол будет более может быть конкретно атаки но это не мог это даже близко немалком не халк не вицель это глушенков чё думаешь по поводу хименоса не знаю что такое хименоса не знаю это короче игрок фиа норда с трансферной стоимостью 40 миллионов евро за которого спартак по слухам хочет уже 60 там уже конечно проверки что он период спартак да не а я сразу сказал не перейдет политическая обстановка не позволит там уже спартак они с роду не делали таких трансферов ладно бы в зенит да там этого нереса хуереса хотели брать хотели взять этого малкому брали этого кабрала хотели взять много хотели взять китики из пассажирки китикат на китикат еда энергичных кошек а этот хименоса дон жизни перелез спартак да не перейдет максимум кто к ним перейдет это александр грановский не знаю что такое грановский да не знаю это короче чувак с 2001 года нет не рождения в 2001 году он играл на кубке содружеств его примите романцев олег и там его взяли в спартак за бешеные бабки потому что по слухам агентов он перебегает самого роберта карлеса не роберта карлес сейчас уже пердун а тогда 2001 он был звездой мадридского реала а грановский нет роберта карлеса а грановский он был вообще из украины из одессы где-то его взяли в спартак выбирали между грановским и роберта карлесом взяли грановского сказать что он даже лучше роберта карлеса и в этом роман сказал когда представлял то грановского но грановский перебегает этого как его там карлеса ну вот сейчас какой-нибудь очередной грановский перейдем спартак он будет лучше этого как его ну вообще как тебе впечатление от 6 чемпионов подряд я очень не ожидал этот вечный рекорд не честно дорогие зрители вот вот ты сейчас здесь находишься я здесь ночами не мог заснуть я тебе писал в личке я многом со я летом осенью я здесь не мог просто в 3-4 часа ночи я здесь все кто меня знают все поймут осень ты после крыльев очень переживал не напоминает давай пухнем за победу эту и за победу будущее который надеюсь вот даже с не будут хреново знает хрен с ним короче если вы думали что я уже нажал с водярой бухой я нажал с минералки если бы узнали как я как я счастлив что я пережил этот момент что я дожил до этого дня что дальше я могу жить спокойно спасибо сергей симаку наташа артуру этот мотулина кстати артуру нигматулина тоже спасибо что в первом туре дважды пропустил кстати где счастлива туре вроде в рубиного схватывает сука помнишь зенит амкаров 0-0 а восемнадцатый год там же как раз нигматуллин в воротах стоял там амкар хуже рубина тянул время был на этом очень пиздец хорошо меня не было на этом я бы этого пидораса просто последними словами последними хуями покрыл блять зайцеву вторую желтую показал красную не показал кришу ты ни за что удалил блять ерохина ни за что удалил блять амкар тянул время как последнюю бабу блять никаких предупреждений не гматулину никаких предупреждений игрокам амкара судья как всегда забыл желтый блять и знаешь вот вот сука вот особенно вот сейчас особенно хочется выдохнуть собрещение что мы даже такой сезон довели до чемпионства блять да когда нас практически против нас судили не просто против нас золотые медали уже мусорам повесили на шею мне после этого было без сцена смотреть ролики черепа ролики черепа было без сцена смотреть ну ну как мусора хуй вкусно кузьмича всех вообще всю пизда братью все поехали в краснодар обращаться нового чемпиона гамален 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 как там этот динамо если захочет сделать и она станет чемпионом она прервет серию чемпионскую зенита и не да сравнялся с рекордом спартака из 90-х привет тебе большой кстати как как там тебя зенит чемпион привет тебе большой от паш погребника ты обязательно посмотришь этот ролик я знаю ты все мои ролики смотришь ну ладно короче пока время уже поздно сейчас он поедет домой чуть-чуть чуть-чуть прям как глушенков серкизовского вокзала чего там статуэтку милан на пути скинула золотые погоды сссср вперед ладно пока я уже набухал ссср вперед